Ночью, в определенное время или в разное время? Видите, это Господь показывает. Сейчас я дорогой, я на часы не могу посмотреть. А в тюрьме, допустим, был я, до одной минуты точно смогли часы сверять. Это Господь делает, ангел-хранитель. И когда спрашивают, а ваше самое большое желание было, когда в тюрьму были, я только об одном молился, не отними, духа молитвы. Меня баптисты спрашивали, что это такое, не знаю. И вот охранники с обратной стороны, а там в дверях глазок. И вот я лег, рука даже не пошевелилась, они готовы заметить. Вот сейчас стрелка коснется, вот сейчас он поднимется. В это время я встаю, а там все время свет горит, часов нету. Я вот время встал, все, я уже на молитву, приготовил себя, и два часа утренняя молитва. И каждый день я раз, 4-5 становился, по полтора часа примерно молитву. Это дар Божий, дар великий, неоценимый, его, ну и навыкам. Вот допустим, я лег, а мне холодно, я не, ну, в комнате холодно где-то. Это не причина, я должен сесть, укутаться и молча проставить Бога. А бывает так, проснулся, начинаю считать молитву или вечером, я заснул, опять вздрогнул, опять сейчас. Третий, тогда уже становлюсь и... То есть я все время организм держу на таком натяге, ну, только спотнулся, упал, я уже сплю. У меня сестра замечала, сколько я засыпаю. Она ложится, сна нет, я ложусь, она смотрит, ну, сколько, 17-18 секунд. Я уже мертвым сном полностью отвлеченный. Я считал, как это делается. Такие, как он, Наполеон, остается, говорит, полчаса до сражения, он мгновенно заснул, все, началось сражение совершенно. Это Господь дает, когда я знаю, для чего это нужно. Мы все время молимся. Вот выезжаем из города, где в библиотеке были всегда 7 минут, молитва 3 святой и 100 поклонов. Но в дороге мы не можем, мы просто у меня щетки. Люди, которые молятся, они понимают, о чем я говорю. А другому я сказал, а зачем это нужно? А Павел говорит, постоянно в бдении. Бдение – это бодрствование от сна. А вот такой еще вопрос. А как вам пришло, ну, как сказать, молитвенное правило? То есть, ну, вы говорите 2 часа. Вот меня иногда спрашивают, почему вот утром встаем 4,40? А почему не в полпятого? Почему не в пять? Вот этот вопрос мне не ответить. Он просто, мне пришло это, и я встал 4,40. А почему ты решил? Я отвечаю, не знаю. Начал 4,30, встаю. Ну, и вставай. И вдруг я нахожу это правило в 4,40 у Марии Терезы. Луриат Нобелевская премия, которая по Индии везде строила. Проходит еще время, я еще читаю другого, там, Францисса Сийский. 4,40. Пример. Почему? Что-то в этой цифре есть, но я не знаю. Но меня именно в это время, как избранника Божия, Бог стал поднимать в это время ангел. Именно в 4,40. Это надо над собой работать. Помню, у меня мама была, я в это время начитывал и работал. Она просыпается. А сколько время? 12. Так ты не ложился спать, сынок? Нет. А вставать в 4,40. Сейчас она просыпается. Ты еще не ложился? Да нет еще. То есть у меня сон дошел в 2,5 часа за сутки, чтобы. Я дальше попробовал, чувствую, нет. Дальше это не мое. Другие они, как Иларион Великий, один час могли, я не мог. Ну, чем заняться? И вдруг я нахожу это правило не у кого-то, а у Елизарова. Костика, Костика, который наращивает. Проходит время, я нахожу у Леонарда да Венчи. Сон должен быть прерывистый, а не так, что я лег и рот корытым. Проспал час, 2 часа, 3 часа, не выспался. А ты сделай так. Вот, если ты лег, ну, максимально пока полчаса. Начинаешь, так я еще хочу спать. Через 3 часа ляжешь еще. И вот эти полчаса, 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 у тебя наберется 2,5 часа. Пока тебе остановись, дальше не иди. А почему 2,5? Не знаю. Мой опыт подсказал. Дальше не каждому. Ну, а ты мог бы больше? Не знаю, я не пытался. Я понял, мне этого достаточно. То есть я никогда не хватался за то, не буду есть неделю, или не буду спать 3 дня. Нет, я шел середины, называется Золотой путь. Середину, не перебрать. Вот иногда мне вот этот написал, Марьясом заехать. Я вчера слушал ваш голос по радио и смотрел по Евангелию. Я уже в полпятого лег спать, а уже в 6 на работу, я спать не хочу. Он дальнобойщик. Я говорю, Александр, этого не делай. Ты за рулем. Ложись, полновесный сон, сколько надо тебе, 6-7. А постепенно, по 10 минут, там убирай. Тогда будет видно. Я никогда не хватал, как эти евреи у них здесь были. А отец Андрей говорит, ты их прям за ноги сдергивать надо. Они живьем, говорит, лезут. Каждый день пришли.